Паши Привет! Меня зовут Ульяна Любимова. Я изменю твое понимание похудения и отношения к форме своего тела. Открой этот плейлист и смотри его от начала до конца. Ну сколько надо весить, чтобы быть красивой? Конечно, мы работаем на качество тела, и итоговая цель должна быть не по весу, а по визуальному соотношению мышц и жира. Но есть определенные диапазоны, которые, на мой взгляд, подходят к генотипам. Это моя личная градация, я впервые о ней рассказываю, и может быть она совпадет с вашей. Для этого нужно узнать тип своего телосложения. Просто измерить обхват запястья рабочей руки, это место, которое гнется. Так вы сможете определить, тонкая у вас кость, нормальная или широкая. Посмотрите, пожалуйста, на экран и определите, к какому типу вы относитесь. Я вижу, что астеники тонкокосные наиболее красивые на нижней границе индекса массы тела 18,5-20, нормостеники на средний 20,22 и гиперстеники на верхний 22,24. Чтобы узнать диапазоны своего веса, просто подставьте свои значения в формулу. Например, у меня запястье 15 сантиметров, я астеник и выбираю индекс массы тела 18,5-20. Для этого я просто беру свой рост в квадрате и умножаю на 18,5. Беру свой рост в квадрате и умножаю на 20. Таким образом вижу диапазон 54,7-59,2. Прекрасно! Это мне и нужно. Полное совпадение. Заметка. У людей с грудой мышц и прослойкой жира, как бумага, градации будут совершенно другие. И при нормальной, и при избыточной массе тела может быть дистрофия мышечной ткани. Для определения состава тела существуют специальные весы в фитнес-центрах. Я проходила обучение по профессиональным весам InBody. Они стоят полтора миллиона. Домашние умные весы столько не стоят, и верить им совершенно нельзя. Это просто игрушка. Я предлагаю сравнить результаты по профессиональным весам и домашним умным весам в одну и ту же дату. Оба измерения производились 12 ноября 2020 года. По домашним весам утром натощак. Масса тела была 60,35. По профессиональным весам измерение было вечером, поэтому масса 62,8. Основной обмен. 1245 и 1414. Мышечная масса – это 4,105. И настоящая мышечная масса – 26,4 кг. Минеральная масса – 2,6 кг, а по факту 3,48. И процент жира по домашним весам 27,6%, а на самом деле 23%. Профессиональные весы показывают соотношение мышц и жира в каждой части тела. И, например, видно, что правая рука у меня сильнее, чем левая. Левая нога у меня сильнее, чем правая. Жировая ткань в основном распределена в нижнем сегменте тела. В целом при данном весе показано, что у меня абсолютно идеальная масса скелетной мускулатуры и абсолютно идеальное содержание жира в теле. Но, чтобы быть красивой, нужно иметь еще больше мышц и еще меньше жира. Я так вижу, что мне хотелось бы около 17% жира в организме. Теперь давайте сравним данные по профессиональным весам 2020 года и 2015 года. Вау! 2015 год. Вот, смотрите, здесь вес 64 килограмма. Индекс массы тела 21,9. Он якобы нормальный, но так как я астенник, для меня он слишком высок. Я никогда в жизни активно не занималась спортом, поскольку не знала, насколько важны силовые упражнения для сохранения мышц. И очевидно, что моя масса была преимущественно жировая. Что здесь и показано. Жировая масса 24 килограмма. Значительно превышает норму. Зато через 5 лет видим отвес жира 6 килограмм. Что внушительно. Конечно, здесь в процессе много воды утекло. И вы знать не знаете, что у меня был и сороковой размер одежды, и 50-й. Теперь обратим внимание на мышечную массу. И здесь показано, что она у меня сниженная. Она ближе к нижней границе. 21,3 килограмма. Мало того, что я не занималась спортом. Здесь я уже некоторое время нахожусь на вегетарианстве. По мышцам разница такая. 21,3 килограмма. 26,4 килограмма. То есть плюс 5 килограмм мышц. Плюс 5 кг мышц. Минус 6 кг жира. Это красиво. Ну и кроме того, процент жировой массы был 31,9. Что находится на границе избыточного веса и ожирения. В то время как в 2020 году уже 23%, что ближе к фитнес-стандарту. Вот это вот крайнее показательное измерение, которое я делала полтора года назад. Я сделаю повторно, когда буду очень красивая. И, конечно же, тоже сравню эти результаты. А что делать в домашних условиях? Завести табличку и вносить туда измерения, сделанные сантиметровой лентой, каждый месяц. Кроме того, очень мотивирует делать фото с разных ракурсов. Это вид спереди, вид сбоку, руки перед собой, вид сзади, руки в стороны, ноги врозь. И будет очень здорово, если вы примените то, о чем говорится в этих видео, и получите свой уникальный результат. И пришлете мне свои отчеты в мой чат в Телеграме. Вместе мы сделаем этот мир краше. Открой ссылки ниже. Пособия по похудению. Низкокалорийные рецепты и меню. Чат и канал в Телеграм. Я тебя жду. Я тебя жду. Я тебя жду. Удачи, детка. Удачи, детка. Удачи, детка. Удачи.